я вас всех приветствую любовью господа нашего иисуса христа как обычно и мы начинаем слово божье начинаем сегодня говорить все для чего мы ходим в дом божий чтобы наша вера укреплялась возрастал правда не просто чтобы покушать вкусную еду танину до попить кофе не только на всех девушек наших кто готовит будьте благословенными а но все-таки напитаться божьим словом чтобы вера наша была сильна чтобы мы могли действительно не только знаете как этот мужчина человеку которого заболел сын и он подошел к иисусу и сказал господи помоги исцели моего сына и иисус просил веруешь он сказал верую но помоги моему не верю и иисус действительно он видел веру в нем но мы видим что действительно церковь она нужна для того чтобы вера наша укреплялась чтобы вера наша олег принеси листочки прямо в этом в копировальной машине возьми есть да да просто раздай олег от и ручки вот пожалуйста очень много здесь положила то есть сегодня мы будем говорить как иметь веру божью как иметь веру библейскую потому что ну как бы мы живем в этом мире и болезни случаются и финансовые какие-то трудности и случаются какие-то перипетии наши в нашей жизни в отношениях между людьми да между родственниками но как иметь веру божью чтобы не оказаться маловерным чтобы молитва была услышана чтобы мы действительно знаете правильно подходили ко всем вопросам и не боялись этих трудностей да что наша вера не выстоит не выдержит а вот грядут последние времена вот придет антихрист а будут гонения а как я выдержу сегодня будем говорить о вере божьей о библейской вере и мы с вами вообще продолжаем темы вот эти очень важные которые касаются наших скажем так вероучения нашего на чем стоит наша церковь и сегодня мы поговорим именно о той вере потому что сказано и бесы веруют и трепещут но получают ли они спасение поэтому сегодня будем говорить именно о той вере которую господь ожидает от нас а той вере которая является примером в писании и вера которую мы видим наблюдаем в мужах божьих женах божьих мы хотим такую веру и и первое с чего я бы хотела начать это то что мы должны понять такую вещь прежде чем веровать ходатайствовать молиться за что-то просить бога о чем-то скажите что должно предшествовать этому скажу больше такую как бы вам подсказку что первое должно произойти в жизни человека вера или покаяние 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 абсолютно точно покаяние в глобальном смысле когда человек кается в своих грехах принимают решение следовать за богом да и даже сейчас уже когда мы стали с вами верующими очень часто мы к богу обращаемся а дух святой нам где-то нашел это говорит что а ты не простил там своего брата соседа мужа жену и так далее покайся в этом и когда мы освобождаемся от этого груза идет очень хорошо молитва господь слышит нас поэтому вере напишите первый пункт основной как бы вере предшествует покаяния сначала покаяние и когда мы говорим о покаянии обращение от мертвых дел обращение от мира то есть когда мы отворачиваемся используется греческое слово мета ноя если вы слышали греческое слово мета ноя что это значит это значит развернуться передумать это значит а изменить мышление то есть сделать разворот от тех мертвых дел которые ты совершал и повернуться от тьмы к богу к свету развернуться и вот очень часто что я наблюдаю какое вида покаяние кто был на энкаунтерах вы помните полный зал до людей люди эмоционально очень открыты люди каются люди плачут господь касается и когда мы смотрим эти ситуации мы видим нам кажется ну вот вот действительно люди посвятили себя господу но что происходит на самом деле что очень часто эмоциональный всплеск он выдается за покаяние но покаяние друзья где-то запишите себе это не эмоции это решение это решение то есть когда человек разворачивается он воровал он разворачивается и говорит господи прости меня очисти я согрешил против тебя я нарушил твою запад о и помоги мне больше это не делать я принимаю решение что с этого момента я не возьму никакой чужой вещи никакой лишней копейки человек принимает решение это не эмоции это именно решение и должно быть это решение развернуться повернуть в другую сторону и прекрасный пример история блудного сына где-то черкните себе лука 15 глава не будем читать всю историю и вы знаете что там говорится о двух сыновьях что у отца два сына один остается старший сын продолжает работать в доме отца и вроде как бы в послушании но младший сын становится в бунт он забирает часть наследства которое ему должно как бы при прилагаться и он забирает растрачивает мы все знаем он гуляет он это все теряет и в конце концов происходит следующее в 18 стихе он принимает решение говорит встану пойду к отцу моему то есть что здесь было эмоция какая-то или все-таки решение дальше в 20 стихе встал и пошел к отцу своему я думаю вы знаете что он мог бы сидеть в этой луже с этими свиньями семирожками до конца своей жизни сколько там ему господь отпустит времени правда и сейчас так многие сидят в депрессии в сожалению в разочаровании у меня такая несчастная жизнь я такая бедная я такой несчастный но дело в том что покаяние это когда человек принимает решение знаете где-то недавно читала что очень много зависит от выбора человека человек может всю свою жизнь быть недовольным ныть но так и не сделать ни одного шага чтобы что-то изменить своей жизни согласны и вот покаяние это решение человек мы видим эту картину когда иисус стучится в дверь стучится в дверь но ручки нет на двери да и ручка только с той стороны где человек в доме то есть иисус стучится человек он слышит прикосновение святого духа святой дух касается но решение открыть дверь должен сделать человек знаете часто покаяние происходит на смертном одре и это наверное одна из самых печальных ситуаций конечно она не очень печальная по сравнению с теми кто вообще не успевают покаяться но на смертном одре человек практически уже а смотрит лицо смерти и он кается до сожалению не успевает ничего сделать для господа для его царства здесь на земле он не успевает стать хорошим примером верующего дедушки папы мамы бабушки для своих потомков но покаяние на смертном одре можно ли с этим шутить конечно же нет потому что может человек и не успеть вот мы видим блудный сын а он остановился он принял решение он принял действительно внутренний пришел такой как шаг до внутренней толчок и потом внешний он стал и пошел к отцу он пошел к отцу вот мы с вами все были действительно совершенно в другом противоположном направлении от бога шире были отвернуты от бога и а что говорить младенцы вот всем сказала дети рождаются действительно наивными но в них есть уже семя греха и человек рождается приходит в этот мир но тем не менее должен произойти момент когда он осознанно пригласит господа в свою жизнь осознанно пойдет к нему то есть станет лицом к свету второе запишите себе есть разница между покаянием и как я сказала что пока я не предшествует вере то мы должны различать когда есть покаяние когда сожаление потому что очень легко ошибиться скажите иуда он сожалел о своем поступке или он покаялся сожалел друзья вот именно у иуды было сожаление он не пришел к иисусу он не палы бы в ноги он не сказал мастер учитель господь прости да как у петра это было ведь петр петр он тоже совершил как говорится нелегкий поступок он отрекся но совершенно другое отношение иуда мы видим он на таком эмоциональном стрессе что этот эмоциональный стресс он конечно он его толкает что-то сделать он бросает эти серебряники но потом он идет и он делает совершенно противоположное божьим законам он убивает себя то есть здесь не было покаяния здесь было сожаление о поступке здесь от было эмоции следующий пример пример и сама мы видим что история исава и иакова да и мог израильский народ сейчас называться народом исава они а абрама исаака и акова да но он называется народом и акова почему потому что тот кому некогда было предсказано первородство он и родился первый не то что предсказано были дарова на обетование благословения этот человек отрекся значит человечную похлебку и вот пришло к нему раскаяние вроде как и мы видим что в одном месте сказано что он даже плакал да он даже плакал и он просил отца со слезами но сказано что уже не мог переменить мысли отца да отец благословил младшего и вот интересно что что он сделал что этот человек сделал вы знаете происходит следующее человек который не хочет раскаяться который вот так легко разбрасывается первородством благословение божьим любовью он может дойти до точки невозврата да вот как у иуды как и сам что он сделал практически вот плюнул сказал да нужно как он так и сказал реально он сказал своему брату дай мне покушать этой похлебки а ты не продай отдали за похлебку первородство игры да что мне с этого первородство бери он своими словами отрекся отрекся практически от божьего благословения божьего избрания от божьей любви и узнаете это . не возврата да не будет она в жизни никого за кого мы молимся да вообще это страшная ситуация но я хочу вам сказать что эта ситуация происходит сплошь и рядом на наших глазах сейчас вам расскажу пример мы в пятницу имели такой разговор вальчика делилась что она сейчас сильно свидетельствует своей семье у валик сколько сестер полюша 5 много и вот представьте каждого свой характер своя судьба свои обстоятельства и это тяжело и мы затронули тему также евреев у всех у нас есть и родственники евреи у нас есть и знакомые и кастомары и может быть друзья евреи и вы знаете мы пришли к такому просто к такой истине которую в принципе я давно я ее знала но как-то узнаете вот такой как flash и вспышка в разуме произошла почему евреи от отвергают они отвергают иисуса да в основном в большинстве своем но получается так что многие евреи они остаются такими знаете как бы как говорят со ушел или как и не знаю как называют но факт то что они не хотят и в синагогу ходить и жить по закону моисея да то есть и по ветхому завету и не хотят по новому завету да потому что иисус для них как чужеродная к что-то и получается так что в принципе хочется задать вопрос и спросить и я думаю что просто возьмите себе на вооружение и знайте это вашим близким друзьям знакомым задайте следующий вопрос как ты собираешься оправдаться перед богом ты не боишься что ты дойдешь до точки невозврата почему скажу сейчас храма нет жертвоприношения нет раньше ветхом завете евреи оправдывались вот таким образом иисуса они принимать тоже не хотят хотя сейчас дверь благоествования открыта за это их никто не будет может быть будут гонения но иисуса они не принимают иисус это единственная та жертва тот агнец который может простить грехи мира любого человека и вот они зависли посредине и представьте что если сейчас человек да еврей который умирает который и там никак потому что нету храма никто не приносит жертвенных животных сейчас многие иудеи говорят что они спасаются читая учения закона моисея ходя синагогу но этого нет нигде никто сейчас по закону не спасается и и иисуса они не хотят принимать и они зависли в этой точке невозврата да писание сказано что когда придет иисус иисус как сказано в откровении и узрят того которого они распяли до которого они презрели распяли и узрят того которого они пронзили и вас плачут тот момент когда иисус придет на землю израиль может покаяться вот так в один момент и всем говорил что есть писание примеры тому что весь народ каялся за один день и сказано они возрыдают о нем они поймут что же мы делали все эти тысячелетия мы отвергали нашего миссию но те люди которые умрут прежде пришествия иисуса они в этой точке невозврата евреи именно они зависли посредине и это очень страшно это очень страшно и вы знаете а дай бог дай бог чтобы те люди которым мы говорили пусть тайна верят пусть может быть даже в церковь не ходят но говорите евреям нужно говорить о иисусе христе потому что другого пути сейчас оправдание перед богом нету никакой там какой там в баку праздник празднуется курам байрам или как это называется когда закалывают эти как называется валют да ничего это уже не помогает это чисто насти языческие традиции храма нету ничего не помогает оправдаться кроме крови иисуса христа и мы должны это очень хорошо запомнить и говорить об этом нашим еврейским родственникам знакомым друзьям и так далее и а вот знаете недавно ситуация это когда очень большое говорила уже слушатель ученый апологет он упал и об этом узнали после его смерти и страшный позор как бы позор вообще семье служение всему вы знаете я думаю ну есть надежда что он перед смертью конечно покаялся обвинили его в двойной жизни в блуде но этот человек он поступил знаете нисколько не лучше чем и со который призрел благословение которые пренебрег божьими благословения обетованиями поэтому а вот покаяние действительно когда человек разворачивается когда человек не просто сожалеет но разворачивается от старых дел от мертвых дел почему сказать мертвых дел потому что все эти дела они ведут к смерти то есть все нарушение заповедей пренебрежение бога ведет к смерти ведет к вечному наказанию и когда человек разворачивается от мертвых дел и вот об этом сказано что евреям 612 интересно последовательная последовательность посему оставившим начатки учения христова поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания первое обращение от мертвых дел и вере в бога дальше учение о крещениях о возложении рук о воскресении мертвых и о суде вечном но номер один стоит именно обращение отвращение от мертвых дел окей следующий пункт мы сегодня говорим об истинной вере а я бы хотела чтобы мы все с вами увидели о том что это не будем как пункт ну просто послушайте запишите эти слова вспомните как иоанн призывал и говорил о том что нужно приготовить пути господу какое слово он говорил покайтесь да совершенно верно смотрите марка 1 глава 3 4 стих глаз вопиющего в пустыне приготовьте пути господу прямыми сделайте стези ему явился иоанн крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяние для прощения грехов то есть покаяние ведет уже потом к вере мы должны это запомнить первая проповедь иисуса практически марка 1 глава 14 стих после же того как был предан иоанн пришел иисус галилею проповедуя евангелие царство божие и говоря что исполнилось время и приблизила царство божье покайтесь и веруйте в евангелие покайтесь и веруйся в евангелие то же самое говорил петр и вот большая сейчас проблема когда на эти христиане можно слышать такую ну сколько можно каяться но мы раз уже покаялись но чего каяться зачем каяться на в чем кается понятно что есть покаяние когда человек действительно посвящает свою жизнь богу но прекращали мы грешить вопрос к вам прекращаем ли мы спотыкаться нет что же нам с этим делать кается кается просить прощение но не просто кается бесконечно но отворачиваться от этого просить чтобы господь освободил вот в чем весь смысл и петр говорит точно так же петр призывает покайтесь и докреститься каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов получите дар святого духа павел говорит нам о том же павел говорит я не пропустил деяние 20 глава 20 стих я не пропустил ничего полезного о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародное подобам возвещая иудеям и или нам покаяние пред богом и веру в господа иисуса христа покаяние и вера то есть покаяние мы должны знать что это божье требование божье требование вот человек делает этот шаг следующий шаг он начинает веровать он начинает веровать и давайте сейчас будем говорить именно о вере что такое библейская вера напишите себе следующая вера отличается от надежды следующий пункт вера отличается от надежды вообще есть очень хорошее определение веры это известная евреям одиннадцатая глава первый стих вера же есть что осуществление ожидаемого и уверенность невидиму осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом то есть в принципе что получается атеист говорит покажи мне я поверю а христианин говорит я поверю я увижу вот в чем огромная разница между нами нам кажется что вера это знаете когда вот мы увидели да и вот оно произошло и мы верим в это верим 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 нет совершенно не так знаете был такой миссионер хатсон тейл и а он служил очень долгое время в китае что в принципе было вообще практически невозможно там была тяжелая ситуация но однажды он плыл на корабле также проплывая мимо острова суматра и капитан корабля подошел и сказал что сказал что ветра нету и наш корабль относит к острову на котором ну по нашим данным точно живут каннибалы да то есть людоеды и он говорит пастор назвал его молись молись чтобы подул ветер потому что ну совершенный штиль и нас несет относит к этому острову и тогда хатсон тейлор сказал поставь парус зачем я буду ставить парус если ветра нет он говорит ты должен поставить парус потом я начну молиться вот заметьте ну нет ветра по логике вещей зачем зачем делать бесполезную работу он говорит поставь парус он молился 45 минут не вставая с колен и потом капитан спустился к нему в каюту и сказал вы можете встать с колен пастор потому что ветер начался такой что хватит нам ого сколько и хватит еще для многому кораблей то есть поставь свой парус я еще не вижу нету ответа никаких изменений я еще болею еще финансы не пришли поставь парус верь в то чего ты еще не видишь осуществляй то что ты можешь делать и ответ обязательно придет так вот отличие веры от надежды в чем надежда черните себе где-то направлено в будущее а вера уже верит в настоящий у меня ничего нет я не вижу ничего не произошло в том-то веры и заключается что я верю уже сейчас я верю уже сейчас что мои дети будут спасены я верю сейчас что бог не оставит не покинет меня я верю уже сейчас что нигде не видел никто праведника с протянутой рукой я верю в это сейчас хотя может быть дети не спасены хотя может быть финансов недостаточно но я верю и вера это живет в уме или в сердце скажите все же сердце совершенно верно надежда живет в уме а вера всегда живет в сердце вера живет в сердце и напишите следующий пункт что вера в сердце вера в настоящий момент и вера в сердце это состояние сердце и подтверждение тому интересно сказано фессалоникийцам 58 мы же будучи сынами дня дотрезвимся облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды и спасения броня защищает сердце а шлем защищает разу что обратите вот внимание что вера действительно она вместе с любовью это броня то есть как на грудный панцирь который защищает сердце а надежда изображается как шлем то есть чек надеется это такой умственный настрой ожиданий поэтому как бы хорошо говорить я надеюсь все будет хорошо но уже мы как верующие люди давайте будем греть я верю что все будет хорошо потому что мир говорит я надеюсь что то-то 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 произойдет нет я верю что произойдет вот это потому что блок со мной бог не оставит меня послание римлянам 1010 павел снова как бы связывает веру сердцем он говорит сердцем веруют праведности а устами исповедуют к спасению интересно веруют к праведности то есть вера производит третий пункт или какой-то пункт у вас вера производит изменения в жизни человека человек преобразуется его привычки его характер если есть вера в его сердце действительно вера божья то она обязательно будет вести правильность вспомните себя 5 лет назад вспомните себя 10 лет назад многие вещи которые мы делали даже не обращая на это внимание мы сейчас это не можем себе позволить почему потому что мы верующие люди мы живем на божьих законах на законах любви на законе не обижать ближнего своего то есть вера которая в наших сердцах она ведет к праведности праведности следующее напишите следующий пункт то что касается библейской веры вера основывается только на слове божьем только на слове божьем очень много сейчас течение в частности new age он основывает этот это течение основывается а именно на эмоциональных душевных переживаниях и в этом может быть очень большая проблема помните как я вам говорила что атеист говорит увижу поверю христианин говорит я поверю я увижу ответ то есть он не доверяет своим чувствам и очень часто знаете как бы мы ждем там каких-то знаете симптомов мурашек там ох там волна накрыла да а веры нет а веры как таковой нет и знаете опять таки что то определение веры осуществление ожидаемого уверенность невидима видимая то есть наше зрение это часть системы чувств и если мы будем основываться на это ну как же я вот вижу что симптомы болезни не проходят а ты встал на веру а ты встал на слово божье ты поверил тому что говорит господь и смотрите второе коринфянам 57 мы ходим верою а не видение то есть ты можешь видеть все что угодно но в этом и отличие наши от мира что